Начинаем запись. Привет еще раз. Как всегда, первый стандартный вопрос. Расскажи, кто ты и чем ты занимаешься. Ну что же, кто я? Ну, наверное, многие слушатели уже и знают меня, потому что знаю тебя. Я Андрю Флешель, уже 20 лет я занимаюсь психотерапией, психологией. И это стало главным в моей жизни, моей миссией, моим даром. И это удивительно, потому что до этого я думал, что я ни к чему в жизни вообще не приспособлен. Я экзистенциально, очень напряженно был в поиске вообще. К чему-то я вообще заточен, чего-то я вообще могу делать в этой жизни хорошо, качественно. Ага, а не, все нормально. И как-то получилось, что я занялся психологией. Причем пришел я в психотерапию, в психологию вообще чуть ли не случайно. Я думаю, ну, нужно какое-то образование. У меня мама все время, значит, говорила о том, что папа в гробу перевернется, если ты не получишь высшее образование. И это была наша сделка. Я нашел себе гуманитарную профессию, в которой я подумал, ну, это мне ближе к моему, как я тогда считал, раздолбайскому характеру, моему устройству. Я, в принципе, неплохо разбираюсь в людях, там был опыт, неслабый опыт уже там в духовных практиках. Я думаю, ну, как-то где-то там я пролезу, чего-то там найду, как себя применять. И, может, диплом мне когда-нибудь понадобится как-нибудь. И я был настроен жить как-нибудь вообще, как ни странно, да. И вот буквально на первом году учебы, мне было забавно, любопытно, но мы попали на такое занятие, социально-психологический тренинг, тренинг в современном смысле этого слова. Это были еще 90-е. И когда я там побывал, я понял, что, как в том анекдоте, да, я не знаю, как это называется, но это станет моим хобби. Это стало моей жизнью. Я не совсем понял, зачем это работает, как это работает, но там происходило, меня потрясло настолько, что я, не осознавая того, нашел дело своей жизни. И, конечно же, изначально меня увлекали тренинги, групповые работы. Это были необычные состояния. Тогда уже у меня сложились какие-то отношения с душевным, духовным развитием. И поэтому меня по ряду причин привлекала тогда еще почти вышедшая на наш рынок телесная психотерапия, тогда еще и холотропное дыхание, которое было волшебством, малодоступным нам вообще необычным, потрясающим. И вот оказалось, что то, что я читал в книгах Грофа, можно почувствовать, ощутить, пережить. И через это я втянулся. И уже 20 лет я занимаюсь этим. В разных странах я жил. Несмотря на кризисы, неприятности, сложности, мне удавалось зарабатывать именно этой профессией. Даже в США я сделал очень неплохую карьеру. Все, что можно делать без лицензии, в клинической психотерапии я делал. На лицензию по ряду причин не шел. У меня была возможность, но просто не захотел. Да и вообще мне надоел мир вот этой самой медицины, там, где больше бюрократии, чем работа и развитие. И в нашей профессии не настолько большие деньги, чтобы ради них вот так вот надрываться. Ну и получилось так. Ну коротко уже о себе. Психотерапевт, наверное, как вы понимаете, с психологическим образованием. Гипнотерапевт, практикую ДПДГ, разные направления травматерапии, травмофокус. Специализации все-таки. Работа с кризисом, работа с психологической травмой, депрессией, тревожность, тревожные расстройства. Что можно сказать? Сейчас одно из важнейших направлений в моей работе – это обучение. Я сейчас веду программу, обучаю краткосрочной психотерапии. И вот в октябре будет интенсивный курс. Мне стало интересно научиться, учить очень быстро, качественно, так бы, как я хотел учиться. Потому что каждый год я учусь, почти каждый год на протяжении 20 лет. И я почти всегда недоволен, когда мне льют воду, когда мне рассказывают то, что я знаю, когда мало практики. И я делаю программу, как бы я хотел учиться. И практика показывает, что предыдущие два года, вот я делал, каждый раз обновляя программу, мои студенты за полгода научаются работать в среднем, выше среднего психотерапевта, ну, на украинском рынке, понятное дело. Вот именно по результатам. Ну, у меня результат ориентированная терапия. Да, действительно, телесно ориентированная психотерапия все-таки для меня ведущее направление. Потому что она быстро работает, дает осязаемый результат с первой же сессии, понятное, ощутимое, достаточно драматичное. Но современная психотерапия, работа с телом впитала уже давно и гипнотерапию, и достижение когнитивно-поведенческой, и современного телесно-ориентированного психоанализа. Ну, я так называю бодинамику, потому что многие телесно ориентированные программы, методы, подходы впитали психоанализ как таковой. То есть мы знаем, с чем мы работаем с точки зрения понимания истории человека. Ну, не знаю, стоит ли говорить там регалии, типа я там приглашенный тренер двух ведущих экспертных организаций в Украине, это Вагип и ХФПИ, консультант ВСУ и Лиги офицеров. Ну, в общем-то, и же с ним. Так, хорошо, что ты начал именно с рассказа про начало своего пути, да, вот про этот опыт 90-х годов, потому что я как раз подумала о том, что сумчане, которые начинали тоже в то время, они рассказывают про тренинги 90-х годов, страшные вещи. И это очень тема нашей сегодняшней темы, да? Попадал. И проводил, кстати, я еще не закончил учебу, я уже проводил. Я такой же был страшный экспериментатор. Ну, кстати, они много говорили про всякие дыхательные техники, и то, что делалось в Сумах в те годы, оно отвернуло очень многих людей, от моих коллег из Сума, оно действительно отвернуло благодаря тому, что там было. И понятное дело, что вряд ли ты знаешь о каких-то негативных аспектах, но хорошо, что это вот в таком... Ну, я знаю, я присутствовал. Мне просто повезло самому попасть. Я сначала попал, не буду называть имена, потому что известные люди, но их эксперимент пошел не так, как ожидалось. Ну, что же, каждый делает свои ошибки, на них учится. Но мне повезло, потому что я встретил Ваню Лемзина, и с него, в общем-то, я к ним прилип просто и стал частью этой компании с первой же встречи просто. И я познакомился с корректным подходом, трансперсональным подходом к работе с дыханием и с сопряженными с ними практиками. Мне повезло. В этом смысле. Так, ну что... Да, я ушел от холотропного. Да. Но этот опыт... Этот опыт в ядре. О, да, да, да. Что такое, по-твоему, психотерапия и как это определение со временем менялось? Понятное дело, что когда мы говорим про Украину, мы вот там осматриваем перспективу, начиная с 90-х, но, естественно, в мировом пространстве там более отдаленные времена тоже влияют. Ну, слушай, психотерапия объемная, влияя как-то объемная тема даже сейчас. Если нау... Она создавалась вроде как медицинское направление, работа с неврозами, психозами и так далее, она довольно быстро перестала ограничиваться тем, что... Ограничиваться лечением расстройств. Довольно быстро, даже во времена психоанализа, она уже стала... Ну, психоанализ, как, в общем-то, родоначальник психотерапии в современном смысле слова. Не то, чтобы ее не было до тех пор, но популяризация все-таки с ним связана. Да, так вот, и это стало социальным явлением, модой, которая изделья со времен психоанализа, опять же, влияет на общественный менталитет. И, с одной стороны, это направление лечения расстройств психологического плана, с другой стороны, это сфера развития человека, человечества, групп, социума и так далее, они всегда влияли. И это большая часть менталитета. И то, что, наверное, надо будет сегодня успеть затронуть, вот это часто у людей, которые приходят в психологию, психотерапию, тренинги, мелькают такой образ идеального простого человека. Вот, они говорят, вот я метущийся, страдающий, копаю себя. Вот есть, наверное, где-то нормальные люди, которые не ищут, не страдают, вот у них все нормально, им все понятно, ел все правильно, естественно, без самокопания. Образ похож на идеальный газ. Во-первых, их не существует, а есть люди, которые их имитируют. Во-вторых, чем проще человек с точки зрения психофизиологии, сейчас мы можем оперировать и, как это, и психофизиологией, то есть подкреплять это чем-то, чем проще человек в смысле его разнообразия, разнообразия интересов. Вот этот вот метущийся элемент отличает здорового человека и психически, и физически. Человек, который ищет, интересуется, развивается, в среднем показывает более высокий уровень стрессоустойчивости, дольше живет, сохраняет физическое здоровье, хотя по ходу в жизни у него очень много психосоматических реакций. Но по факту, развиваясь, интересуясь, любопытствуясь, не удовольствуясь, человек формирует здоровую судьбу и в среднем более счастливую, чем человек, который пытается жить просто и скрывает от всех, изображает здоровую такую жизнь и скрывает от всех, что ему тоже хочется искать, интересоваться, но что-то у него в центральном нарративе живи проще, улыбайся чаще и люди к тебе потянутся. Вот эти упрощенные формулы жизни, они с психологической и физиологической точки зрения не самый здоровый подход. И это было всегда с самого начала психотерапии. Да, я же отвлекся. Чем является психотерапия? Это и часть менталитета. Да, про простых людей. Так вот, я частенько слышу, так смешно иногда слышать от одного и того же человека, который говорит, да я копаться в этом не буду, зароешься ты со своими вот этими психологическими концептами, тут же этот человек в том же разговоре выдаст концепцию, которая рождена одним из великих психологов. Выдаст простую вещь, типа, я никому ничего не должен. А я хихикаю себе, потому что модная эта фраза стала в связи с работой и популярностью Фрица Перлза вообще. До него это не было популярным, это было ненормальным так говорить вообще с популяризацией гештальтерапии. Вот тот же самый человек оперирует концептами, которые вошли в мир и стали, людям кажется, что это их мышление, их идеи. В самом деле нет. Эта психология влияет на наш менталитет. В свое время психология стала психотерапия, слово психотерапия для многих перестала вообще ассоциироваться с лечением неврозов, а скорее с саморазвитием, с познанием, ну, целые направления экзистенциальной психотерапии, которые, да, они работают с рядом сложностей внутренних конфликтов, не назвать даже не очень эффективно работают. Но тем не менее это значимая часть психотерапии. Найти смысл, обрести себя, найти что-то значимое, выйти за пределы обыденного сознания. И возникали целые направления благодаря конфликтам, на которые натыкались предыдущие поколения психотерапевтических школ. Границ того, что является психотерапией, границы, наверное, есть, но что их искать? Лучше показать направление, чем оно является. Имеет смысл сказать о том, что очень показательно, да, вот мы знаем психологическое сообщество. И вот тот самый пресловутый 2014 год, когда я, зная это психологическое сообщество, увидел, что это особенным образом события 2014 года, 2013-2014 повлияли на психолога. Вдруг оказалось, что мы действительно особенные. и во многих встряхнул вот этот квест, участвуем ли мы в этом, или держимся за популярную до того времени концепцию, что психолог должен быть не вовлечен. И его точка зрения, личная, социальная, политическая, должна быть спрятана глубоко. Квест «Дух времени» закричал «Нет». и это был очень серьезный конфликт, внутренний конфликт для многих моих коллег, потому что я осознал, прожил его сам, и тогда мое волотерство началось даже не только с помощью себе, через помощь другим, но одним из направлений было это помогать своим коллегам разрулиться с этим конфликтом, что конфликт серьезный. Далеко не все конфликты ценности решаются просто. И это не простой конфликт, нет простого решения. С одной стороны, правда, ты не должен быть вовлеченным, ты не должен тянуть предвзятым и так далее. С другой стороны, во многом психологи оказались в нише, которую издревле за меня занимали шаманы, старейшины и так далее. вот об этом я хотела следующий вопрос задать, потому что это тоже видится мне очень-очень важным. И, кстати, пока ты сказала, я поняла, что я об этом может раньше не задумывалась, но между быть вовлеченным и быть предвзятым по сути есть огромная разница. Да, мне очень понравилось. Да, то, что хотела спросить про роль психотерапевта в обществе, да, вот когда ты сказал, что до психоанализа тоже много чего было, и как я, по крайней мере, вот я так это вижу, со временем становится все больше и больше людей, которые тем или иным боком выполняют в той или иной степени психотерапевтическую функцию, то есть сначала это были шаманы, потом туда добавились священники, потом в некотором смысле этим стали заниматься учителя, потом появилась официальная медицина, неврологи, психиатры, затем психология оформилась во что-то, что мы уже любим и знаем, и, кстати, вчера мне попался случайно ролик про ненасильственное общение, очень хороший, очень качественно сделанный ролик, который был снят политиком, вот есть политик, который мне очень нравится, я его смотрю, и тут я захожу, вместо обычной там урбанистики и всего остального, как доносить до собеседника свое мнение так, чтобы не вызывать у него при этом ощущение, что он там глупый, агрессивный еще какой-то, я так, ого, ничего себе, то есть все больше и больше, как, по-моему, людей выполняют в той или иной степени психотерапевтическую функцию, какова же роль именно психотерапевта в социуме и как это менялось со временем? Я думаю, все-таки больше эту роль наследовала церковь долгое время и местные пасторы, так же, как и шаманы, они одновременно и создавали идеологию и были теми, кому приходили поделиться и спросить совета, одновременно создавали смысл, помогали человеку в ситуации неопределенности в жизни, один из ключевых вопросов, экзистенциальных, и один и тот же институт занимался и регулированием отношений тоже, влиял на него, так как церковь потеряла свое место, понемножку его начали занимать другие, другие, неорганизованные другие институции, и бог нашего времени маркетинг, бизнес и так далее, начал оперировать теми, кто есть. И в этой неопределенности, конечно же, я считаю, не очень правильно отпустить это место, святое место, и в какой-то степени, я думаю, что это квест для психологов, для вот этого сообщества, этой прослойки, те, кто понимают, как все устроено, взять на себя ответственность, создавать мир ценностей, культуры, и так далее, и даже к этому, вокруг этого, создавать ценности, вокруг мира, искусства. И с этим, это во многих профессионалах, мы, как раз, с моим уровнем опыта, проклевываются. Нести какую-то ответственность с точки зрения социума, и делать многие вещи не только за деньги, не будучи, там, как это, жертвой системы, или инструментом системы. И я много работал в системах. Ну, то есть, я работал в судебно-исправительной системе психолога, я работал психотерапевтом в структурах, которые, ну, в общем-то, в которые работал с жертвами насильников, с насильниками и так далее, как психотерапевт. И даже там всегда чувствуется особенность роли. Психолог в системе должен быть вне системы. Его не должен уметь нагнуть ни директор, ни начальник, ни тот человек, который ему платит зарплату. И в Америке это очень хорошо чувствуется. И они никогда не делают психологов подчиненными системам. Они вне системы всегда, и, как минимум, финансово от нее не зависит. Я сейчас успешаю от имени всех психологов, которые работали или когда-либо работают где-то на местах в Украине. Как человек, который пять лет проработал в государственных медучреждениях. Психолога никто не должен перетянуть на свою сторону. Медучреждения, да. Тут не будешь вне системы, но, тем не менее, квест профессии должен приучать психолога, умей быть вне системы, оперировать своим психологическим знанием и опытом, чтобы не подчиняться, ну, в смысле не подчиняться как таковой, а в смысле понимая законы системы, уметь выйти за ее границы, увидеть, что происходит и зачастую увидев ее болезнь, найти подходящий экологичный способ повлиять на то, чтобы болезнь системы не расширялась, не влияла на ее участников, заказчиков и так далее. Вот это продолжает абстрактную, вот эту особенную роль психологов, потому что, как некоторые профессии, я считаю, это тоже служба, как у врачей, как у госслужащих, преподаватели, можно... Чуть-чуть подвисает. Ты очень интересную тему затронул про ответственность, которую должен нести психотерапевт, это тоже, ну, определенно связано с духом времени, и я вот подумала, если сравнить психотерапевта и шамана, то мне даже больше понятно, какова ответственность шамана, потому что у него есть такой узкий социальный круг, да, вот его там социум, его какое-то племя, и он отвечает исключительно за здоровье и консолидацию вот этого узкого круга, где, в общем-то, все понятно, что тебе надо делать. Какова же ответственность психотерапевта в современном мире? Ну, мы-то судим о шаманских традициях по нашим западным книгам, я могу спекулировать, но то, с чем я столкнулся, в общем-то, то, что я замечал как это эта роль, но она как, она древняя, и это именно та роль, когда человек приходит в систему, и он понимает ее, и он сам решает, насколько он в ней участвует, насколько он решается, доминирует, сказать, я буду делать эту роль. В любом, как в любой группе, в любом сообществе есть определенное распределение ролей. В большой группе рано или поздно появляется человек, который начнет в эту группу вмешиваться, точнее, появится несколько человек, которые будут пытаться, кто-то будет ее подчинять под себя, использовать ее, кто-то будет пытаться наладить в ней порядок, кто-то будет интуитивно или осознанно регулировать внутренние потоки по ряду ценностей, которые он считает правильным изнутри. С точки зрения не только социума, правовой демократии, но и физиологии, как оказалось, новейшее исследование биологии и физиологии показывает о том, что ценности вот эти самые демократические это язык эволюции. люди совершенствуясь как это вунтогенезе и филогенезе люди совершенствуясь устремляются к созданию безопасного сообщества, сообщества, где каждый может иметь свою достаточно уважаемую роль, в котором вопросы решаются не агрессиям, а урегулированием через отношения до переговоров. И об этом говорит наша психофизиология и образ героя-победителя, мачо и так далее, он на самом деле отмирает. И даже можно это наблюдать по Netflix, по модным вот этим киношным индустриальным вещам и по исследованиям тоже. В самых современных, самых развитых сообществах, в которых многим хотелось бы предпочтительно жить, женщины, к примеру, вот это известное исследование, женщины начинают выбирать мужчин не с чертами мачо, с вот этим самым высоким тестостероном, а с чертами наоборот более, ну не то чтобы женоподобными, но мягкими. Говоря о том, что мне нужен не нападатель или защитник, а мне нужен человек, с которым хорошо и спокойно. и мы все направлены в общество, мы хотим создать то общество, в котором хорошо и спокойно. И большинство людей предпочтет жить в этом значит, норвежском, скандинавском мире, где ценность счастья, удовольствие, спокойствие, выше ценности победить всех и всем показать. Да, это очень заходит, тем более, что сейчас я много от политологов слышу о том, что безопасность это прям новая общественная религия, особенно в развитых странах. Кстати, сегодня Всемирный День Демократии, поздравляю. Принимаю. При всех байпродуктах либерализма и демократии, которые сейчас показывают свое отвратительное лицо или другую часть тела, все равно с точки зрения эволюции, развития общества, это из всех вариантов более здоровое и прогрессивное направление. Просто, ну, как бы, каждому нужно переболеть своими болезнями и оставить их позади. Хотя я идеалист о том, что... По факту, если следить за историей, то, да, история проходила ужасающие периоды, когда то, с чем мы носимся, да, человеческие права, когда были периоды, когда это была настолько, борьба за права была настолько утрирована, и она становилась кровавой и жестокой, что люди в те времена, скорее всего, думали, нахера нам нужны эти права, такой кровью, такими жертвами, такой болью. А сейчас, а сейчас недооценить права, в общем-то, не хотелось бы. И сторонники этой сильной руки, не то, чтобы лицемерят. Ну, как-то так, мне кажется, все-таки врут себе в какой-то степени, думая о том, что сильная рука, возможно, без их личных прав на свободу мнения, свободу перемещения и так далее. Ну, это ладно, отдельная история. Да, ценная тема, но о ней можно говорить очень долго. Кстати, ремарка для зрителей, почему я говорю, что сегодня День Демократии, потому что мы снимаем это 15-го числа, во вторник. Следующий вопрос, который касается именно психотерапии как системы. Как менялись со временем инструменты психотерапии? то есть, понятное дело, что у нас есть какие-то методики, с помощью которых мы оперируем, и как это связано с общественным запросом? Да, это важно, ну, потому что, да, мы говорим о начале психотерапии, это лечение неврозов, и, в общем-то, работали большей части с людьми с серьезными нарушениями, пробуя разные методы, эффективность показал гипноз еще, еще, еще в самом начале, вот эффективность психоанализ показал относительную эффективность, он скорее дал язык и карту для психотерапии, правила и границы, и даже, вот, говорить, да, о запросе, о ценностях, о правилах, со времен психоанализа еще, вот, это правило невовлеченности и отдельности личной жизни, в те времена инструментарий психотерапии был не так разработан, не так технологичен, и по сути, вот почему сейчас многие клиенты обижаются, что психотерапевт скрывает от них личную жизнь, не хочет с ними кофе попить, чай попить, в принципе, это все еще обусловлено и не буду тратить время, интересно запросить, я скину статью вообще, почему правила терапии, как они работают, взгляд изнутри, но тем не менее, если во времена Фрейда, как гипнотизеры, психотерапевты этого времени, психотерапевты, так и психоаналитик, они должны были работать тем, что у них было, для них очень важно было быть для клиента такой, авторитетом, авторитетом величайшего уровня, чтобы человек, пришедший на психотерапию, был сам готов измениться, чтобы произошло это волшебство, он должен быть недосягаемым, и в общем-то, лучший формат психотерапии был вот такой, это, родительский перенос, то есть, как психотерапевт, великий, наилучший папа, вот, к которому пришли, и он все порешает, когда ты приходишь к папе с ощущением, что он все порешает, это психологическая работа на 80% делается, потому что инструментарий был очень небогат тогда, вот сейчас инструментарий психотерапии потрясающе богат, и ко многим ситуациям, внутренним конфликтам, запросам, неврозам, можно подобрать самый подходящий ключик, большинство психотерапевтов уже оперируют несколькими направлениями, методами, технологиями психотерапии, слушают клиента и думают, на какой карте это лучше рассматривать, потому что, конечно же, человек, работающий одним методом, он очень ограничен, ну, как в той поговорке, да, если у вас в руках молоток, то любая проблема для вас как гвоздь, чем бы она ни была, включая компьютерную, и компьютерную проблему можно молотком решить, в принципе, да, компьютер беспокоит, расшиба, все, не беспокоит, и зачастую так работают люди с одного метода, но там вот я знаю, что в гипнотерапии, допустим, много успешных гипнотерапевтов, которые не имеют богатого клинического опыта, иногда даже психологического образования, но они хорошо знают границы своей компетенции, или работают с диагностом, или они знают четко, с чем они работают, слушают клиента, так, ты мой клиент, ты, извини, не мой, вот тебе рекомендации, все это разумно, там они проходят минимальную пропедевтику в большей степени, чтобы не вляпаться, не взять себе того клиента, с которым будет только хуже. Ну, в общем-то, сейчас инструментарий настолько богат, что можно его все время совершенствовать, дополнять, подбирать, что нам не обязательно быть настолько недосягаемыми, столь великими, поэтому, да, вы видите психотерапевта нашего времени, который может в соцсети выставить свое фото в купальнике, о боже, какой ужас, и некоторые ужасаются, потому что у них в голове образ, сформированный культурой, искусством, в какой-то степени связанный с прошлым психотерапией, так я вам скажу, это нормально. Человек, который оперирует хорошим инструментарием, может оперировать даже вот этой самой доступностью, но правило есть правило, действительно, обусловлены правила ограничить как это личные отношения. В этом смысле, конечно же, есть основания не пускать клиентов в личную жизнь, есть основания не иметь с ними личных отношений, но это уже отдельная тема, и даже одного эфира не хватит. Опять же, если интересно, все расписано, объяснено в статье, я ее даю почитать клиентам, чтобы было меньше недосказанности, обид, по поводу почему нельзя, эти безумные правила и так далее, чтобы клиенты понимали, что когда у них возникает влечение к психотерапевту, это нормально, но это не есть то, что они думают на самом деле, чем это является. И это упрощает клиенту жизнь психотерапии, что на самом деле психотерапевт знает особые правила этого пространства, а клиент нет, он приходит со своим представлением, предубеждениями из книг, из видео, из своих ожиданий, и зачастую натыкается, что не совсем так. Я перешел с одной темы на другую. по-моему, по-моему, невозможно этого не сделать в такой увлекательной теме. Знаешь, еще о чем я хотела бы спросить? Ты в самом начале сказал про ну вот этот вот образ нормального человека, да, такого спокойного, правильного, и по крайней мере раньше люди ждали этого и от психотерапевта, да, что мы вот тоже сидим такие, у нас внутри все чисто, спокойно, и такая ровненькая кардиограммка, и никакой борьбы мотивов, как говорится. И я подумала о том, что, пожалуй, вот этот вот образ, это даже такой, ну, в чем-то архетип, архетип такого нормального человека, у которого все в порядке. И я вспомнила, как я неоднократно слышала это от своих клиентов в формулировке «ну вот все ж кругом нормальные люди, вот че я один такой?» Откуда вообще вот этот вот образ? Почему современный человек и уже явно не первый год фантазирует о том, что есть что-то вот такое нормальное, в смысле спокойное, он приходит к психотерапевту, от него это ожидает. И от психотерапии ожидает, что у него сейчас внутри будет такая выжженная земля. Ну, слушай, этот образ, так же, как тот образ вот этого папы, который всех спасет и все решит, мы вырастаем из детства. Так или иначе, большинство из нас, родители, решали наши проблемы. Так или иначе, у нас когда-то был спокойный опыт, большинства из нас был опыт безмятежного детства. А у тех, у кого не было, был образ других людей, у которых есть безмятежное детство. И поэтому эта фантазия живет. Вообще, конечно, я постоянно сталкиваюсь с тем, что я уже привык к этому. Что мы о себе думаем как о более совершенных, чем мы есть на самом деле. я к себе лояльнее отношусь, близким, лояльнее отношусь. Я понимаю, что это взрослый человек с детской душой, который сам себя убеждает, других убеждает в своей взрослости, в своей зрелости и так далее. Но в самом деле наша душа все равно живет по детским законам и оперирует детскими страхами, пониманиями и желаниями даже. И поэтому многие клиенты трехпядей с высоким интеллектом, с большими достижениями, в стрессовых ситуациях или в сложных вопросах, экзистенциальных вопросах, в отношениях, ведомы все-таки инфантильными детскими мотивами, поведением, объяснением. И подчиняют причем при этом интеллект. Да, действительно, вот этот образ спасителя папы идеального кнопки, на которую можно звать и все станет спокойно и все станет на места, он живет в нас, эта надежда. Но если клиент приходит ко мне и расстраивается, демонстрирует мне, что ой, а ты оказывается не идеальный, у тебя оказывается эмоции есть, это еще не значит, что у нас не будет качественной работы. Есть его часть, его ума, которая хочет перепроверить и надеется у тебя найти надежность. И по большой части он получает больше. Он видит человека такого же тревожного, метущегося, но того, который справляется, может это не скрывать. И он получает два сообщения. Одно сообщение, то, что ты такой метущийся, переживательный, это значит, что ты ущербный. Тебе говорят, нормально вообще, все люди такие, большинство из них, здоровых людей такие. И с этим все в порядке. И ты отчасти можешь успокоиться и не чувствовать себя неполноценным. И это многих успокаивает. Другой момент, это когда он видит, что я с этим живу с сохранной самооценкой, не гнобясь себя, и моделирую, как с этим распоряжаться и даже быть эффективным. И при том, как в душе происходит инфантильная драма, но в действиях, поведении, я выбираю зрелые решения, как обходиться с ней, как не прятать своего внутреннего ребенка, не гнобить его, как учитывать его потребности, но поступять в соответствии со зрелой позицией. И эти вещи очень хорошо влияют на клиента. Да, современный психотерапевт отличается от психотерапевта от решенного. И мы видим эти конфликты даже в культуре. Потому что, вот я иногда сталкиваюсь с гипнотусовкой, гипнотизерами. И там многие психотерапевты воспитаны медицинской системой. Это люди старого типа, не такие, как мы. Те, которые именно транслируют тот образ, недоступный, совершенный, чувство, которое слишком далеко. И он натыкается на тех психотерапевтов уже современных, которые чувствующие, с высоким эмоциональным интеллектом, склонны к искренним беседам, к открытости. Да, конечно, этой открытости есть свои границы, ну, в смысле, там, терапии, да. Одно дело внутри психотерапии, другое дело, там, в нашей тусовке, третье, в жизни. Действительно, там есть вот такие вот вещи, есть границы, которые нельзя переходить. То есть, нельзя позволить себе впасть в свою травму, будучи рядом с клиентом. Можно резонировать на уровне чувств, но нужно его выгрести. И продемонстрировать, как упав на дно дра, но можно выгребать. Это правда. Да, современный психотерапевт, по большей части, чувствующий, сочувствующий, эмпатирующий, умеющий открыть некоторые, как это, участки своей душевной жизни, изредка, но прицельно оперирующий своими личными историями. Да, это используется, правда, это делалось даже во время психоанализа, избрано выбирались вот эти самые личные истории. Но, тем не менее, все-таки более живой, эмоциональный. Мало того, вот эту тему ты затронула, да, в наше время, да, современность и развитие. Ценностный аппарат, вектор психотерапии, он действительно зависит от эпохи. Если некоторые кривятся, читая о том, что что-то у Фрейда все про секс, что-то у Райха все про секс и про агрессию, про подавленные чувства, но надо же быть, надо же понимать культурную атмосферу этого времени, запросного времени, то в наше время действительно запрос немножко другой. И последнее время, сейчас, мне кажется, уходит эта тема, но все еще главная тема это способность быть живым, настоящим в мире, в котором большие соблазны спрятаться внутри скорлупы, быть естественным, эмоциональным, выходить из своей скорлупы, сейчас более важная тема. И поэтому в наше время психотерапевт моделирует именно эти качества, именно живой, настоящий психотерапевт намного важнее отрешенного. Потому что экзистенциальный ключ большинству драм нашего клиента во многом держится именно на соблазн не выходить из скорлупы. И многие психотерапевты и исследования говорят о том, что это что, эпидемия что ли? Панические расстройства, тревожные расстройства, депрессии, откуда, с какого хрена они начали нарастать с таким, мы, наверное, диагностируем чаще. Я предполагаю, что просто нашей психике дают соблазн, можно спрятаться и не выходить из скорлупы. А есть ключевой элемент эволюции, делать все по пути наименьшего сопротивления. Это же классно. Прятаться в квартирке, все заказывать, не выходить в люди, ахера это делать. Самые такие эволюционно, наверное, продвинутые граждане нашей планеты, японцы, да, вот они же с этим хикикамори, когда можно вообще месяцами из комнаты не выходить, как Бродский завещал. Вот тебе вопрос о соблазнах. Кстати, интересно, что ты когда сказал про а почему Фрейд так много писал о сексе, ну логично, о чем ему тогда еще было писать в начале, в конце 19-го, в начале 20-го века, я подумала о том, что вот что интересно, в то время, как в такой достаточно викторианский настроенной Европе Фрейд говорил о сексе, потому что реально это была та самая заряженная тема, о которой надо было поговорить к психотерапевту, в это время в Российской империи и в раннем, соответственно, СССР одна из самых популярных тем, чем славилась наша тогдашняя, она славилась лечением алкоголизма, это групповая гипнотерапия, бехтеревая команда, а чуть-чуть пораньше, лично мой кумир из тех времен, это Сергей Корсаков, который в 1900 году уже умер, и это прям максимально отражает реально такие веяния эпохи из разряда о чем еще было говорить. И, кстати, тема про то, как бы это сказать, то, что психотерапевт в некотором смысле является примером для таких зеркальных нейронов клиента-пациента о том, что, чувак, смотри, вот я тоже живой, я тоже эмоциональный, и с этим можно жить великолепно, а не делать вид, что сейчас мы все демона запихаем туда, куда-то, сядем сверху и скажем, что здесь ничего не происходит. Вот если я правильно восприняла твой рассказ, то у меня формируется впечатление, что со временем вот такая роль психотерапевта только увеличивается, потому что мы становимся в целом честнее, что ли. Две честнее. И мое обучение я начал учить, в общем-то, начало того, как я начал учить людей, я начал выхватывать людей из своих клиентов, которых я увидел потенциал. то есть когда человек приходит с жуткой историей травмы и в соответствии с неврозами, он говорит, я жалкий, ничтожный, мне бы хоть как-то в этой жизни вписаться, хоть как-то. Я смотрю на него и говорю, боже, ты потрясающий, из тебя бы вышел потрясающий психотерапевт, психолог, психотерапевт. И с этого началось. Мои лучшие студенты, которые показывают офигительные результаты, это те самые люди, которые вообще не выгребали в жизни, не справлялись с жизнью, они жили с убеждением, что они хуже всех, ну или там хуже большинства. И, в общем-то, именно именно это, во всяком случае, в наше время, вот этот опыт, вот это прохождение людей, которые побывали в этом аду, вот этого психологических, неврологических расстройств, побывали и сумели там сориентироваться, выходить, попадать в состояние, где им казалось нет выхода и никогда это не закончится, вот именно эти люди обладают наибольшим потенциалом. И я в это верил, и я увидел подтверждение. У них хороший результат, и люди к ним тянутся. Они, конечно, эти люди жалуются немножко, что вот, я слишком молодая, и мне иногда клиенты говорят, что у тебя у самой есть семья, у тебя у самой есть дети. Я говорю, работай свою работу. Ну, я говорил пару-тройку слов, чтобы возвращала человека самооценки, не давать себя сбить. Люди проверяют, это их право, их возможность, их работа, но это не значит, что ты должна вестись на это. Те, кто побывали именно в этом аду, именно невротичные, именно с историями даже психотичных расстройств, ну, посттравматически, как правило, то, что лечится, оказались наилучшими психотерапевтами. Ранимые, уязвимые, способные расплакаться. Именно они с вот этим богатейшим эмоциональным диапазоном стали лучшими психотерапевтами, эффективными, полезными, и к ним тянутся люди. Хоть и задают им эти провокативные вопросы, но это все правильно. Нам нужно научиться от них отличать. Слушай, это очень круто, я подписываюсь прям под всей этой историей, на мой взгляд, это самое ценное, потому что я помню себя вот в этом режиме, я честно признаюсь, что я твой клиент с 16-го года, да, и вот эта тема с тем, что ты приходишь такой, спасибо Боже, что не сдох, и тут вместо того, чтобы услышать какое-то подтверждение того, что твоя психика дышит наладом, ты слышишь наоборот вдохновляющие речи с тобой верой про то, что да ладно, чувак, да, еще недавно, когда я в последний раз приходила к тебе на терапию в начале этого года, я говорю, о боже, все, кукушка улетела навсегда, и ты ответил про то, что ну, как бы очень драматично, но это мы уже десятки раз слышали, ничего страшного, сейчас выгребем, это реально, пожалуй, самое ценное, вот именно с позиции психотерапевта, о чем бы я еще хотела успеть спросить, пока у нас там осталось несколько минут, почему вообще возникла эта тема, смотрим мы вот на человечество, ну, как минимум, я смотрю, да, и многие ученые, исследующие большие социальные группы со мной согласны, и замечаем, что качество жизни постоянно растет, насилие становится все меньше, становится все меньше преступлений, растет всеобщее благосостояние, понятное дело, неравномерно, но примерно вот в среднем качество жизни всего человечества постоянно возрастает, будем ли мы нужны в будущем, когда, условно говоря, все страдание закончится, и больше не будет таких острых опасностей, от которых у людей будут возникать невротические реакции, больше не будет каких-то чудовищных катастроф, при том, что не у всех людей там есть навыки и способности с этим справляться, когда все наконец станет хорошо, нужны ли будут психотерапевты в таком обществе? Я думаю, еще больше даже, чем сейчас, судя по тенденциям. Ну смотри, безопаснее общество, больше тревожных депрессивных расстройств, именно из-за этой путаницы, опасность безопасности, нежелание выходить. Психофизически человеку нужен человек, общение, примирение, вот эти самопроверки реальности, чтобы чувствовать себя хорошо и психически, и физиологически. И вот уже конфликологическая культура растет, мода на психологическую грамотность растет, да, если там сейчас нормально на улице просто там в кафешке услышать разговор, которым оперируют абьюзеры, созависимые, это нормальный диапазон. Люди понимают и анализируем, мы понимаем, что это в среднем это поднимает уровень качества отношений, безопасности, помогает, поддерживает правовое сообщество на уровне культуры. Очень хорошо. Люди стараются жить по правилам, которые соответствуют взаимодействию и благосостоянию. Предпочитают договариваться, когда хочется побеждать. Предпочитают создавать ту атмосферу, в которой хочется жить и дальше. И во многом это продукты того вот этой психологической грамотности эмоционального интеллекта. Еще 5 лет назад общались по-другому и еще 20 лет назад унижать ребенка было нормально, сейчас это скорее ну экстраординарно. И это создает все больше и больше запрос на культуру, на развитие и сообщество и профессии и работу и вообще квест общения с людьми требует, чтобы люди умели лучше общаться, лучше располагать к себе. И это все более и более востребовано. Да, искусственный интеллект скоро заменит часть психологической работы, но потребность в качестве вот этой психологической жизни тоже растет. Это мир потребления и он создает вот этот самый запрос мира. Так что я думаю, что будет только больше и больше востребованный большой спектр психологических услуг. Возможно, они будут специализированы, как сейчас, начиная с того, что уже в 90-х появилось отдельное направление коучинг для, в общем-то, это психологическая услуга, которую делают люди, не имеющие даже таких глубоких психологических знаний, как психотерапевты, но, тем не менее, они заняли свое место на рынке, очень неплохое, они выполняют свою функцию. Иногда обидно, что за работу, требующую меньшего уровня экспертизы, меньше ответственности, иногда платят значительно больше. Не умеешь повлиять, возгладь. В свое время я тоже овладел и обучаю, кстати, тоже будет программа коучингу, только уже пользуясь своими преимуществами, более прицельному, корректному и так далее. И появляется все больше и больше других психологических услуг, там, где можно специализироваться. И люди более четко, внятно понимают, что бы они хотели получить. И да, действительно, если мы говорим о том, как психотерапия изменилась со старых времен, когда лечили годами, сейчас лечат неделями и месяцами. Ну, корректные профессионалы, смотря от чего, конечно же, но, в принципе, для работы с симптомом, внутренним конфликтом иногда достаточно одной-трех сессии. Что было необычно годами назад, и многие еще оперируют обобщением, да, психотерапия, краткосрочная психотерапия, лишь работает поверхностно, лишь работает с последствиями, но не с причинами фигня, современная психотерапия зачастую работает с причиной за одну сессию, с самой глубиной, ну, в зависимости от того, с чем мы работаем, да, с симптомом, с внутренним конфликтом, с ситуацией, с отношениями, нам важно определять, с чем мы работаем, ну, я к тому, что, да, прогрессировала, вот, и в определенном смысле мы понимаем, что рыночные отношения здесь тоже задают тон, потребительское общество создает все больше спроса на то, что нужно, вот, и я думаю, что будет больше спрос, но психологам придется все более и более эволюционировать, развиваться, что не просто мне, ну, что обидно, да, мне сложнее развиваться, чем молодым, мне сложнее формировать новое, но мне интересно, зато это держит меня моложе, мне, честно говоря, нравится новшество, хоть мне обидно, что я не могу воспользоваться всем глобальным своим опытом и делать все по-старому, мне приходится переходить в онлайн, Zoom, но когда-то я себе дал такой квест, слушай, ты психолог или кто? Ты, как никто, должен уметь адаптироваться, развиваться и показывать пример, что вместо того, чтобы копаться в прошлом, идти в будущее, мне нравятся наши. В завершение тоже стандартный вопрос, который задается всем, твое пожелание, что бы ты хотел сказать нашей публике, которая сейчас смотрит эту тему и которая этим заинтересовалась и досмотрела до вот этого момента? глобальный, глобальный, как, ну, что вам сказать, сказать какое-нибудь банальное клише, типа, будьте живыми, быть собой, не казаться, можно пожелать что-нибудь, типа, того, что, когда вы не очень хорошо себя чувствуете, попробуете распознать, что может быть ничего страшного и нет, тоже, наверное, я вам рекомендую все-таки своего психолога, психотерапевта, коуча, эта инвестиция никогда не будет провальной, ну, если вы правильного найдете. Не жалейте времени и денег на качественную психотерапию, на качественный коучинг. У меня достаточно дохода, денег, клиентов, чтобы я там не гнал, давайте ко мне, чтобы они не втюхивал ничего. Отлично понимаю, что со своим диапазоном навыков и способностей в другой профессии я бы зарабатывал намного больше. Мне это нравится. И говорю это и занимаюсь этим не потому, что мне не хватает. Вот что я считаю, это важная вещь. И, наверное, я идеалист, когда говорю, что это одна из самых важных профессий в мире, самых нужных, самых ценных. И, в общем-то, я приучен смотреть на вещи объективные. Объективные, я знаю истории людей, которые прошли через меня, через моих студентов, через моих коллег, я понимаю, это меняет жизни к лучшему раз и навсегда. И это растет в цене, то, что вы получаете в психотерапии с годами. Поэтому, без лишней скромности, скажу, найдите себе качественного психотерапевта, коуча, и, в конце концов, вы поймете, что лучшие инвестиции вы не сделаете в жизни. Ну, бывают, конечно, да. Класс, спасибо тебе большое. Вовремя в Microsoft лошадь или в Bitcoin. Ты то не уверен. Качество жизни есть что-то, что ценнее. Да, действительно, очень здорово получилось. Спасибо тебе еще раз. Как всегда, все контакты наших гостей мы оставляем в описании под видео. Вы можете написать, можете задать свои вопросы. И, ну что, до новых встреч. Поезд идет, не слышу тебя. Где ты находишься, что там? Это, на самом деле, уже больше для зрителей было. А, ну хорошо. Символизм такой, поезд, который тоже идет куда-то в будущее. Ну что, тогда до новых встреч. А, кстати, да. До новых встреч. Спасибо тебе, очень приятно. Хороший.